Итак, ну что, дорогие мои, наконец-таки постепенно давление стабилизируется в моём организме. Уроки тоже постепенно так как-то устаканиваются, наконец-таки немножко есть энергия записать вам сообщение, видео на тему, которую я в последнее время сейчас прям стараюсь раскрыть и для своих учеников, и также для тех, кто просто смотрит меня на ютубе или так случайно находит, но у кого подобные вещи как бы сейчас затрагивают, откликаются в которых. И сейчас я хотела бы вам ответить на вопрос, когда произношение улучшится. Я думаю, этот вопрос волнует многих людей, кто в целом сейчас находится в интересе произношения, прокачки своего произношения в области английского языка, и те, кто, конечно, именно с такого начального, базового или, может быть, даже среднего уровня сейчас вот как бы начали разбираться в этой теме над конкретным таким аспектом в области языка. Вот. Ну, я надеюсь, вы не ждете, что я скажу, что там, типа, вы за два дня это сделаете, и вы улучшите произношение за два дня. Почему так не могу сказать? Потому что есть огромное количество факторов, которые от меня вообще не зависят. Сколько вы там не приходили на рейдинг-клабы мои, например, или слушали лекции, это вообще может никак не повлиять или чуть-чуть совсем. А у кого-то, может быть, это будет действительно самым главным ключевым таким бустом, да, ускорителем, который прям вот, о, оно, точно, да, и как бы прям начнет вас ускорять. Также я надеюсь, что вы воспринимаете этот аспект не как, вот знаете, вот эту вот колбочку, как в Sims, да, вот этих навыков, да, что типа, мол, при десятом уровне харизмы там или как-то обаяния, да, вы там, мол, точно улучшите произношение, да. Ну, как бы, мы не персонажи Sims, у нас есть какие-то более такие абстрактные категории, которые, конечно, чем-то могут мониториться, да, и так далее, там как-то измеряться, но все равно это очень-очень такая нематериальная как будто бы вещь, если можно так выразиться. Так вот, в первую очередь произношение улучшится, и вы начнете двигаться именно в этом направлении, когда вы четко сами вообще реально поймете, что вы можете этого достичь. То есть не то, что мечту мечтать будете все время, мечтой и останется, а именно то, что реально вы можете прям реально четко прийти, и вас не пугает момент то, что вы придете к этому пункту, а вы наоборот кайфуете, потому что, о, клево, я, значит, смогу вот еще что-то делать, и еще какие-то другие мечты мечтать, даже которые сейчас я не могу помечтать. Вот, то есть это психологический момент в нашей голове, он везде и всюду фонит. Наша внутренняя степень можности, степень разрешения чего-то как-то делать, убирание каких-то причин и так далее, вот этих вот всяких триггеров, а просто, ну да, могу, клево, здорово, да, то есть как бы, как я смотрела иногда какие-то полезные прикольные видео разных тоже, и специалистов, и там каких-то бизнесменов и так далее, очень-очень классно формулировалась такая фраза, вот вы верите в то, что во Вселенной есть один какой-то путь, какой-то один процент вероятности, потому что вы реально прям прокачаетесь в английском, например, допустим, допустим, я привожу к нашему контексту, да, эту фразу, и как бы, ну, ей же точно, правда, ей же точно, и, значит, вам надо это притягивать как бы к себе более реально деятельно и не бояться этого. Вот, то есть это психологический момент, это тоже очень важная история, и все зависит тоже как бы в том числе от нее. Далее, конечно же, более конкретные практические вопросы, то есть, допустим, все, вы реально, вы такие, вот, да, эта цель достижима, я могу это разобрать и все, могу прокачать как бы и все, но на базу хотя бы такого уровня, да, то есть какие-то такие там пробелы звучания, какие-то сильно острые там какие-то подправить, да, или какие-то вот слишком резкие звуки смягчить и натренировать этот навык. Вот, это все как бы, окей. Также, конечно, все зависит от того, как вы вообще будете работать над произношением. Будете ли вы смотреть, не знаю, YouTube, TikTok или что-то еще, какие-то видео, рилсы, шорсы, таралевали, пятое-десятое, вэкоклипы, там, что угодно, на эту тему сами с собой просто, либо если вы будете работать именно с кем-то, с репетитором, с каким-то педагогом, в каком-то центре языковом, например, да, или тоже, допустим, вот ридинг-клаба у меня, например, да, то есть, ну, в общем, где угодно, вообще как угодно. То есть, конечно же, я думаю, вы понимаете, что когда вы работаете сами с собой, если у вас до этого не было похожего опыта, похожей практики вообще работы, прокачивания какого-то своего навыка подобного рода, да, даже если у вас есть там музыкальный сух и так далее, то все равно не всегда это прям бывает очень так это ускоряет процесс прокачки произношения, улучшения произношения. Но, конечно, с педагогом это будет проще, да, то есть это уже ускоряет, убыстряет, ну, может быть, раза в два, наверное, вот этот элемент. Также, конечно же, все зависит от того, сколько вы будете времени уделять практике с преподавателем и также сами дома, выполняя какие-то задания, задачи какие-то самого разного формата и какие-то речевой аспект физический, какой-то, да, вот прокачку, там, скороговорки, фразы и прочее, 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 что-нибудь еще, что вам специалист посоветует, и конкретно домашние задания, как вы будете выполнять, вот, то есть это тоже влияет от того, сколько времени вне занятий и самих занятий, в принципе, да, с, допустим, человеком-специалистом вы будете на это время, вы будете на этот процесс тратить. Вот, ну и, конечно же, в какой-то момент все-таки, ну, правда играет роль, когда именно вы просто физически и, как бы, вот именно в, и, как бы, и в речевом аппарате, скажем так, если более простыми фразами говорить, да, то есть когда ваш речевой аппарат реально готов выговорить это что-то, и та же, когда голова успевает обработать этот объем и выдать его, то есть, например, ну, над шестилетним ребенком, я думаю, сильно, вряд ли не нужно заморачиваться над темой, там, aim to the, ну, там, roll key, может быть, еще как-то можно, но и то тоже, да, то есть, как бы, не всегда бывает, вот, в каком-то возрасте уместно затрагивать какие-то дополнительные прокрутки произношения, но что-то уже тоже, конечно, можно обсуждать, объяснять, как-то играть в это, да, вот в эти звуки и так далее, то есть это, но, тем не менее, это тоже фактор, определенный, как бы, пункт, который вводит свои, скажем так, дополнительные элементы, переменные, может быть, тоже так можно сформулировать, в то, когда улучшится произношение, да, то есть, опять-таки, да, если подытожить, что влияет, сами ли вы настроены или нет, триггерит вас, боитесь ли вы этого, или, наоборот, прям, все вообще беру и готов прям прорабатывать, готов быть дураком, непонимающим, не знающим и так далее, вот, то есть это первый пункт, ваш психологический настрой, второе, от того, как вы будете работать, один или с кем-то, да, третий пункт, это сколько времени вы будете уделять практике, ну, четвертое, конечно, какие-то физические ваши возможности или вашего ребенка, например, или там, и так далее, да, то есть кто, что сейчас может охватить сознание интеллектуально и физически, как бы, тоже это выдать, как какой-то конкретный результат, вот, поэтому, если кому-то интересно, у меня, например, в Ридзенклабе есть места, для взрослых это 300 рублей вход, всю информацию по поводу графика и так далее, пишите мне, я вам пришлю поподробнее, пока есть две группы, по воскресеньям и по четвергам, но по воскресеньям 12 дня есть бесплатная группа, это такой мой, такой пунктик, вот, такая классная опция для школьников, ну, примерно четвертого-шестого класса, в рамках которых, вот, в рамках этих встреч мы им проводим чтение совместно, я помогаю, прокачиваю и, в общем, мы таким образом развиваемся. Поначалу мы читаем более такие тексты, скажем так, более учебные, ученические такие, ну, или какие-то сказки из разряда, там, придуманные для процесса опознания языка, да, то есть не совсем такие прям реальные сказки, но в дальнейшем уже мы будем все больше и больше выходить на какие-то реальные английские тексты, какую-то литературу, чтобы, конечно же, и прокачиваться произношением, прорабатывать какие-то свои вот эти навыки и также, конечно, просто для общего развития прокачиваться в той или иной сфере, в той или иной области, в том или ином жанре художественной литературы, но через такие вот форматы и практику. Так что добро, пожалуй, всем, если что, пишите, буду рада всех вас видеть, места еще есть.